МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Последние надежды на реформу советского строя давала пражская весна. Демократизация, начатая Компартией Чехословакии во главе с Александром Дубчиком. Это называлось социализм с человеческим лицом. Продлится он полгода. 21 августа 1968-го Советский Союз с привлечением армий соцстран-сателлитов вводит в Чехословакию свои войска. Тубчик и его сторонники арестованы и вывезены в СССР. Человеческое лицо давят гусеницами танки. Пропаганда уверяет, это советский народ пришел на помощь братскому чехословацкому, чтобы защитить завоевание социализма. В этой обстановке, трудящейся в Чехословакской социалистической республике, становится все яснее, почему были необходимы действия, предпринятые братскими странами, пришедшими на помощь чехословацкому народу. Обоснованность и своевременность этих мер. В Праге и некоторых других городах найдены тайные склады оружия. Правозащитники решают выйти с демонстрации протеста на Красную площадь. Главная была идея сказать, что правительство ввело войска в Чехословакию, хочет переломить ей хребет, и все советские люди поддерживают. Мы хотим сказать это, не все. Все минус мы. Горячность, которую прежде вносили евреи в советскую идею, теперь они вносят в антисоветскую. А власти не знают, насколько она ослабела и какого противника получила. В 1898 году на первом съезде будущий КПСС из девяти делегатов евреев было пятером. В 1968 году на первой антисоветской демонстрации против ввода войск в Чехословакию из семерых вышедших на Красную площадь евреев было четверо. Примерно в 11.50, 25 августа, к лобному месту подходят Константин Бобицкий, Лариса Богорас, Наталья Горбаневская, Вадим Дилане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг. Ровно в 12 часов семь демонстрантов рассаживаются здесь на ступенях и разворачивают пять плакатиков, самые известные из которых «За вашу и нашу свободу». Это Павел Литвинов рассказывал друзьям про более чем столетней давности тост Герцена, обращенный к полякам-эмигрантам в Лондоне. «За нашу и вашу свободу». В смысле, что «свободная Россия освободит и входящую тогда в ее состав Польшу». А Наталья Горбаневская для плаката слова переставила «За вашу и нашу свободу». В смысле, свободы в Чехословакии дают шанс на свободу в СССР. Тут же набежали патрулировавшие Красную площадь милиционеры в форме и сотрудники КГБ в штатском. Всех повязали, побили, везли. Все продолжалось короче, чем перезвон курантов и бой часов. Семерых арестованных судят по новой, 190-й статье, специально заведенной для инакомыслящих. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский, государственный и общественный строй. Поэтому все плакаты, принесенные на Красную площадь, признаны клеветническими. Даже с текстом «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». За демонстрацию менее трех минут дают три года лагерей или четыре года ссылки. Виктору Файнбергу при задержании выбили все передние зубы. Чтобы не показывать в таком виде в суде, его объявляют невменяемым и на четыре года принудительно помещают в ленинградскую спецпсихбольницу. Это начинается советская карательная медицина. Лариса Богорас, жена Юлия Даниэля, которая еще продолжает отбывать срок. Перед оглашением приговора Богорас в последнем слове объясняет причину своего участия в демонстрации. «Я оказалась перед выбором – протестовать или промолчать. Для меня промолчать значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать значило для меня солгать». Остальное население о таких мотивах и не знало. А узнало бы – возмутилось. Чехословакия считается законным трофеем победы в войне и приструнить ее полное право СССР, имперского господина. Пропаганда называет несогласных жалкой в сравнении с нашим великим народом кучкой антисоветчиков. Вот и фамилии у них не как у всех. Мы так жили, что кроме людей с такими очевидными фамилиями, как Файнберг или Ларисы, она была Богорас Брохман, ее фамилия, мы знали, кто еврей. Но в общем об этом так мало думали. За границей тоже разницы не видели. Чехословацкая газета «Литерарний листи». «Семь человек на Красной площади – это, по крайней мере, семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских». Даже для Праги все живущие в СССР, попросту говоря, русские. «Корректор А.Кулакова» «Адрелина листия»